А теперь давайте проверим, как вы усвоили тему падежи. Гриша, иди к доске. Остальные открываю в тетради. И записываю. Мама и папа ругали Вову за плохое поведение. Вова виновата молчал. А потом дал обещание исправиться. Хорошо, Гриша, садись. Таня, выйди к доске и почеркни, пожалуйста, здесь все существительные очки. Мама, папа, Вову, поведение, Вова, обещание. Хорошо, Таня, можешь сесть на место, молодец. А теперь к доске пойдет Ваня Котов и определит нам падежи этих существительных. Смелее, смелее, не бойся, Вань. А я и не боюсь. Ну и все, капец там у Ваньки. Ни одного падежа не выучил. А может быть и не капец, он находчивый. Мама и папа. Кто, что? Вбьем вопрос. Кто, что? Родители. Значит, падеж родительный. Кого ли кого, чего? Вову. Вова это имя. Значит, падеж именительный. Что? Заловое поведение. Видно, что ты натворил. Значит, поведение падеж творительный. Вова виновата молчал. Вова молчал как? Виновата. Значит, на этот раз Вова в винительном падеже. А потом дал обещание исправиться. Ну, обещание в дальнем падеже. Он же его дал. И все. Да, оригинальный разбор. Я даже не знаю, какую тебе и оценку поставить. Конечно, пятерку. Пятерку, говоришь? А, кстати, слово пятерку ты в каком падеже поставил? В предложном. Я же сам ее вам предложил. В предложном. Знаешь, у меня к тебе тоже есть предложение. Давай-ка ты завтра папу своего в школу пригласишь. Ну, того, что в родительном падеже. Зачем он вам? Да хочу ему совет дать, чтобы он при воспитании сына почаще наказательный падеж применял. Звучит музыка. Звучит музыка.